Добрый день, друзья! С вами Виктория и канал Кулинарием. И сегодня я предлагаю приготовить вместе гуляш из свинины или свинину с подливкой. Очень вкусное, сочное, тушеное мясо, которое прекрасно подойдет на обед или ужин. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Для приготовления нам понадобятся следующие продукты. Полный список я вам оставлю в описании под видео. Я буду использовать мякоть свинины. У меня 1,1 кг, но, конечно же, можно использовать любое другое мясо. Единственное, не забывайте, что время готовности будет отличаться. Свинину нарезаю на кусочки среднего размера, не слишком большие и не маленькие. Примерно вот такие. Далее 4 средние луковицы нарезаю мелким кубиком. Лука в это блюдо желательно добавлять побольше. Лук нам понадобится и для самой свинины и для подливки. Далее подготавливаю помидоры. У меня два больших помидора, они у меня завесили 300 грамм. Делаю на них крест-накрест надрезы и заливаю кипятком. Это нужно для того, чтобы было легче снять шкурку с помидор. Оставляю на одну минуту. Пока помидоры у меня настаиваются, томатную пасту разбавляю с кипятком. Но дополнительно я также буду использовать томатный соус. Убираю шкурку с помидор. Снимается она очень легко. И нарезаю помидоры мелким кубиком. Затем хорошо разогреваю сковороду, наливаю растительное масло. Сковородку желательно брать поглубже, потому что будет много подливки. Добавляю кусочек сливочного масла и выкладываю подготовленное мясо. Все хорошо тщательно перемешиваю и оставляю тушиться на сильном огне. Нам нужно, чтобы жидкость полностью испарилась. Когда вся жидкость полностью испарилась, продолжаем обжаривать мясо до золотистой корочки. Вот посмотрите, она у меня хорошо подзолотилась. И только тогда добавляем лук. При необходимости добавляем еще немного растительного масла. Немного перемешиваем и продолжаем обжаривать уже свинину вместе с луком. Затем добавляем кусочек сливочного масла. Это нам нужно для того, чтобы сделать подливку. Я делаю все в одной сковороде. Некоторые готовят отдельно. Соус в одной сковороде, мясо в другой. Берите сковороду такую, чтобы не подгорело. К маслу добавляю 4 столовые ложки муки. На данном этапе огонь уменьшаем до минимального. И все тщательно перемешиваем, чтобы не осталось никаких комочков. Затем к мясу добавляем подготовленные помидоры и еще раз перемешиваем. Мясо солим. Соль, перец по вкусу. Перчим. Для вкуса добавляем 1 столовую ложку сахара. Я добавляю паприку. Можно добавить другие специи. И добавляю томатное пюре. Или разбавить можно томатную пасту. У меня здесь смесь томатной пасты и томатного пюре. Все тщательно перемешиваем. Томатного пюре нужно добавлять достаточное количество, чтобы получилось побольше подливки. Все, дополняем кипятком. К сожалению, я забыла включить камеру и не смогла вам заснять полностью, как я наливаю весь кипяток. Кипятка нужно налить столько, чтобы он полностью покрыл мясо. Все очень хорошо перемешиваем. Обратите внимание на консистенцию. Вот такая примерно по консистенции должна у вас получиться подливка. Плотно накрываем крышкой и оставляем тушиться на маленьком огне 15-20 минут до готовности свинины. Можно попробовать. Также можно попробовать на соль и перец. Если нужно, добавить еще. Время от времени не забывайте помешивать, чтобы ничего не прилипло. Еще хотела посоветовать. Жидкости добавляйте, то есть кипятка достаточно, потому что при остывании подливка загустеет и немного уменьшится в размерах. Вот я вам показываю консистенцию. Получается очень-очень вкусно, ароматно, сочно. Подойдет любой гарнир. Обязательно приготовьте такой гуляш из свинины, вы не пожалеете. Все домашние останутся очень довольны. Ну а если видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите мне ваши комментарии. А я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.